всем доброго дня меня зовут надежда и рада приветствовать вас у себя на канале сегодня вместе со мной предлагаю вам связать джемпер паутинку регланом сверху вниз то есть вяжется этот джемперок сверху вниз при помощи регланных линий справится даже начинающая рукодельница пряжа у меня в моем случае ализе кид мохер длиной 500 метров на 100 грамм нам понадобится пряжа 2 моточка и нам понадобится спицы номер три и номер три с половиной троечка для горловин низа изделия и манжет рукавов 3 с половиной для самого полотна само полотно мы будем вязать на три с половиной спицах в одну нить резиночки у нас будет вязаться как сверху так и снизу и по рукавам спицами номер три две нити если интересно вам такая модель оставайтесь со мной и мы начнем вязание изначально я на спицы номер три набрала 120 спицель да я уже часть провязала сам саму рекламную линию той линии которая мне нужна и сейчас я подробно по ней расскажу как я ее увязывала значит как я уже сказала на спицы номер три изначально я набрала 120 спицель и поскольку мохер у нас не держит резинку я в подмод взяла вот такую вот нить это не славца на производилась у нас на предприятии я не знаю возможно она производится и сейчас покупала не много лет назад и несмотря на это она сохранила свои свойства нить швейная к слову сказать если будете такую нить видеть лосановскую швейную берите смело она приходится как для шитья так и вот для таких подмодов если же у вас ее нет можно по подмод использовать что-нибудь другое более прочное и здесь провязала я резинкой сейчас я вам скажу сколько здесь у меня получается 5 сантиметров резинки один на один дальше я разделила полотно вы меня видите здесь внизу маркеры да и поскольку у меня 120 спицель было и маркеров у меня здесь 8 штук маркеры вешала я через каждые 15 петель по кругу и вязала уже вниз полотно получается делая прибавки именно с двух сторон каждого маркера на расстоянии 3-4 ряда круговых более-менее делал форма мер на здесь вначале я по моему делала через каждые три ряда 5 прибавок а потом через каждые три и четыре и довязала я в сантиметрах это чтобы вы понимали от резинки и до конца вот и рекламные линии у меня идет на данный момент 33 сантиметра и на список у меня сейчас получилось пятьсот пятьдесят петель не удивляйтесь что так много поскольку низ мохера она довольно тоненькая и в 10 сантиметров по плотности вязания в ширину получается довольно много петель теперь мне нужно уже переходить на рукава и разделять полотно смотрите как это выглядит будет схематически у меня здесь немножко есть расчете как при распределении петель да и схематически это выглядит вот на данном этапе вот тогда вот они мои пятьсот пятьдесят петель и мне здесь нужно уже начинать разделять здесь немножечко у меня ошибочка да и расчеты у меня делала следующим образом у меня в ширину вот здесь на 10 сантиметров идет 27 петель да у меня вот это вот часть рукавная практически доходит до локтя а здесь линия немножко ниже груди получается здесь у меня в сантиметрах при моей свободе облегания которая мне нужна до 35 сантиметров в объеме на здесь у меня получается при свободе облегания под грузью до в объеме 110 сантиметров это мои замеры с моей свободы облегания у вас же они могут быть другими дальше как я распределяю петли рукава у меня два еще положили так чтобы вам было более видно наглядно да как я распределяю петли и здесь вы видите у меня по подрезом по подмышкам по 15 петель да еще у меня остаток сейчас я вам расскажу что это такое назначено вазу 7 10 сантиметров у меня 27 петель мне на рукава при моей раще расчетах до 27 на три с половиной до этого получается у меня девяносто четыре с половиной петли я округляют в данном случае в большую сторону у меня здесь получается на рукава мне нужно на каждый рукав закрыть по 95 петель да это на один рукав и он в обхвате не забываем да и того у меня получается на два рукава сто девяносто пицца 95 на 1 и 95 на 2 так рукав здесь у нас подумал меня под грузью 110 сантиметров до в это в объеме и на 10 сантиметров как я уже говорила у меня 27 петель теперь двадцать семь петель нам нужно умножить на сто десять сантиметров до и у меня получается двести девяносто семь петель я округляю в большую сторону до когда по принципам математики если больше петель округляем большую сторону 300 петель я оставляю на основное полотно да и делим здесь на двое по 150 петель с двух сторон нам нужно закрыть но 300 вкупе и того у нас получается что 300 петель и 190 петель на два рукава у нас получается 490 петель до итоговое число но у нас здесь 550 и у нас остается с вами лишних 60 петель если да если обычно при классическом реглане да мы на подрез добираем нам как правило их не хватает то в данном случае на летучую мышь у нас с вами должны оставаться лишние петли и у меня их 60 да как я с ними поступаю рукава у нас идут два здесь тоже два полотна два разделения и у нас получается четыре разделения если это визуально представить разделение между одним рукавом и передом допустим идет одно разделение между рукавом задом второе разделение полотна дальше второй рукав между вторым рукавом и задним зад спинкой нашего изделия третье разделение и между вторым рукавом и передом нашего изделия четвертое разделение вот она да и нам нужно эти 60 петель разделить на 4 на по 15 петель с каждой стороны до при каждом разделении вот таким вот образом у меня получается и давайте теперь я покажу вам наглядно как я буду это все формировать и закрывать и на данном этапе вязания маркер нам уже будут не нужны мы их смело снимаем и начну я с петель рукава пожалуй как я мы выяснили у меня они должны быть по 95 петель и в данном случае я их провязываю на дополнительную спицу если же у вас дополнительной спицы нет то можно воспользоваться иглой и снять эти петли на дополнительную нить я же их провяжу сейчас по 95 петель 95 до на дополнительную спицу провязываем 95 петель 1 рукава и так 95 петель рукава 1 у меня провязаны на дополнительную спицу заглушки поставили что петлю нас не слетали и дальше у нас идет закрытие по 15 петель так как мы с вами считали по моим расчетам вот один рукав мы провязали дальше между родным рукавом и условным передом нашего изделия идет 15 петель закрытия закрываем мы обычным образом способом принципе можете закрыть тем способом не который будет удобен конкретно для вас закрываем я буду закрывать методом провязывания петель 2 вместе вот одна вторая петля поддеваем сделать здесь не всегда удобно но тем не менее 2 вместе провязали возвращаем петлю на спицу да и дальше так провязываем закрывая 15 петель 1 2 петля и так далее до 15 закрываем 15 наших петель 15 петель у нас закрыты так далее мы вяжем 150 петель при моем расчете я вижу до условного переда изделия провязывая 150 петель 150 петель у вас же могут быть при ваших расчетах число петель другим вот здесь вот последняя петля при закрытии она же у нас первая петля в полотне в основном и так провяживаем 150 петель 1 2 3 и так далее 150 петель условного переда у меня уже провязана и теперь мы закрываем 15 петель аналогичным образом как мы закрывали воде с этой стороны закрываем наши 15 петелек я уже повторюсь я закрываю обычным способом можно закрывать любым удобным для вас закрываем 15 петель 15 очередных петель у меня закрыта вот эта петля сейчас перебрасываю на левую спицу перебросили вернули ее обратно и теперь на дополнительную спицу опять же таких я провязываю 95 петель рукава также как мы провязывали первый рукав первую петлю провязаны вот это я снимаю и 2 3 и так далее до 95 петель в моем случае 95 петель провязываем это у нас будут петли 2 рукава я довязала петли 2 рукава сняла их на дополнительную спицу провязала провязала закрыла 15 петель 3 нас проем закрытия в 15 петель и начала вязать 150 петель основного полотна провязываем 150 петель не довязывая 15 петель для последнего закрытия довязали 150 петель и теперь мы делаем последнее четвертое закрытие из 15 петель закрываю обычным способом перебрасывая вот эту одну петлю на вторую спицу сюда так и закрываем обычным способом провязывая петли 2 петли вместе теперь смотрите такой маленький но немаловажный момент когда мы закрыли последнее четвертое закрытие из 15 петель которые у нас должны получиться у нас вас здесь остается одна петля у нас как бы она лишняя 15 то здесь по сути мы закрыли 14 и вот эта 15 петля куда нам ее девать до за да естественно возникает логический вопрос девать нам ее вот куда мы перебрасываем ее на спицу которую мы провязывали рукав перебросили и уже в петлях рукава закрываем еще одну петлю и тогда у нас вот эта петля уйдет будет последний вот пятнадцатую петлю мы закрыли и вот эта петля она же которая у нас была провязана 2 она остается у нас на петлях рукава вот таким вот образом и перебрасываем петлю эту на спицу уже рукава вешаю я пока обратный фиксатор так у меня получилась следующая конструкция здесь у меня получается что у меня вот этот моток уходит в нить рукава да то есть эту нить можно сейчас не обрывать что я в принципе и делаю из этого моточка я буду продолжать вязать один рукав да я эту нить излишки сматываю в моточек так прием заключается в следующем вот так потеряла свою спицу вот у меня рукав так я сниму фиксатору сейчас смотрите чтобы вам было удобнее оставить условно вот он и так оставить условно моток на рукаве да что и при этом чтобы он вам не мешал так спицы протыкаю моток спицами и вешаю фиксатор и оставляю пока в таком положении до того момента пока я буду вязать рукава если вы изъявите желание вязать рукав сразу то в принципе можете продолжать это делать я же оставлю пока так как есть и буду продолжать уже вязать основное полотно моей паусинки выглядит у меня сейчас конструкция вот таким вот образом сейчас я разверну и покажу так вот это у нас второй рукав и вот это вот у нас будет условно первый рукав да выглядит она у нас вот так и у нас спицы они вот здесь находятся что нам нужно сейчас сделать нам нужно взять второй моток и мы продолжим я продолжу вязать уже основное свое полотно так вот они мои спицы берем следующий моточек и уже основное полотно я уже буду вязать вот следующего моего мотка поскольку нить у нас здесь нет да и она у нас осталась в рукове мы берем нить второго моточка и первую петлю которая у нас образовалась вот здесь как бы кромочной мы ее в этом случае тоже провязываем вот таким образом подхватываем нить проводим ее в петлю и снимаем так сняли у нас образовался вот такой вот хвостик да и нам я делаю его обычно по длине и чуть-чуть и поскольку нить тоненькая я сворачиваю вот так нить и продолжаю уже вязать это даст мне эффект тот эффект кота когда не нужно прятать лишних хвостиков и продолжаем уже вязать ввязывая вот этот наш хвостик до в основное полотно чтобы повторюсь не заморачиваться с кончиками и вяжем уже по кругу провязывая 150 петель получившихся условные спинки и 150 петель условного переда поскольку здесь у нас идет разъединение да нам нужно петли спинки и петли переда замкнуть в круг провязываем 150 петель условной нашей спинки провязали 150 петель спинки и теперь нам нужно пропустить нашу спицу с рукавом так с петлями рукава и замыкаем в круг наше основное полотно переходим на петли переда и мы продолжаем просто вязать дальше вот мы закончили последней петлей и здесь с первой петли мы продолжаем вязание замыкая при этом петли в круг вот поддеваем петлю первую петлю провязываем ее снимаем здесь максимально чтобы у вас не было расхождения до максимально ее придвигаем петлю петлю переда к петле спинки и продолжаем вязать уже 150 петель нашего переда довязали 150 петель переда да и здесь так точно также с этой стороны замыкаем петли в круг продолжаем вязать уже петли спинки да так же как мы переходили с петель спинки на петли переда также переходим и здесь здесь вот мне всегда это делать удобно первую петлю подхватывать потому что мы и проделали из 2 мотка да можно здесь эту петельку провязать из петли предыдущего ряда вот так замыкаем в круг и уже продолжаем вязать наше полотно по кругу до момента обработки низа изделия у меня будет обработка опять же таки резинкой у вас же может быть обработка ваша по вашему желанию и длину нашего основного полотна тоже регулируем по своему желанию кому-то нужно подлиннее кому-то нужно покороче если вкратце вывязываем ту длину лицевой глади которая нужна вам до момента обработки низа изделия я уже довязала свое основное полотно вниз нужной мне длины и резинку сделала внизу так же как начинала мое вязание до резиночкой один на один в две нити с добавлением швейной нити лавсана меня это длина устроила длину можете регулировать ту которая вам нужна хотите тунику можете вязать длиннее хотите покороче под брючки например с высокой посадкой можете вязать короче длину основного полотна регулируйте если основное полотно я вязала на спицах номер три с половиной на резинку я перешла на спицы номер три и вязала резиночкой один на один здесь не помню за забыла говорила или я или нет но вот эти вот петли распределения дакавы когда вяжется регланные линии количество в итоге петель вот здесь по регланным линиям в конце да у вас должно полностью по объему всего вашего джемпера по обхвату до не по объема по обхвату должно быть петель больше тема вам требуется на рукава и на основное полотно весь маленький момент не помню сказала я об этом или нет общее количество петель при разделении должно быть у вас больше чтобы вот здесь вот нам потом сшить вот этот вот шовчик я связала один рукав здесь у меня получилось несколько убавок и опять же я перешла на спицы номер три и убавила петли в два раза сократила у меня оставалось здесь на в конце да на рукаве восемьдесят шесть петель по моему нет вру восемьдесят четыре петли и сократив в два раза у меня получилось 42 петли мне этого достаточно у меня рука спокойно вот допустим если одевать джемпер рукой в руку изнутри у меня рука спокойно входит и выходит вот так вот это выглядит да то есть она еще немножечко под париться от кольца немножко мешают ну то есть суть вы поняли вдвое сократила выглядит это вот так я намеренно делала чтобы было по руку да и здесь уже регулируется так как вам нужно второй рукав мы вяжем тоже вот у нас у меня точнее было на списке здесь до помогательный мы просто вводим они вводить мы не из будем самым обычным способом сейчас который я вам покажу так 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 вот она ниточка у нас была где закончена да вот хвостик мой так слаживаем низ от основного матка с этим хвостиком так первую петельку мы снимаем как кромочную и далее мы вяжем все петли нашего рукава то есть с основного матка уже добавляем нить и вяжем до конца провязала я этот ряд до присоединил вниз и теперь смотрите у нас тут получается такой как бы разрез да мы его пока не трогаем ничего с ними делаем мы потом его сошьем это как раз дает вот этот вот разница в петлях до которая у нас осталось между рукавом и основным полотном это как раз таки по подмышкам по нашим и теперь мы просто продолжаем вязать наш рукавчик далее по кругу замыкая условно наши изделия в круг самым обычным образом я не делаю здесь никакого дополнительного закрытия вот немножко туго провязала но тем не менее что есть то есть никакого дополнительного такого соединения не делаю просто поддеваю спицы и петлю и и провязываю петлю которая была кромочная вот она вот так выглядит мое соединение здесь смотрите чтобы вас место соединения условного сильно не разъехалась чтобы потом лишний шов не делать и продолжаем так вязать наш рукав сейчас на список у меня 95 петель и как в предыдущем рукаве я сделаю убавки до момента пока у меня на спице не останется восемьдесят четыре петли убавки делаем равномерно чередуя количество рядов нужное вам поскольку у нас с вами рукава может могут быть разной длины соответственно разное количество и разные разные скажем разное количество петель да и соответственно разное количество убавок у нас с вами может быть поэтому делаем равномерные убавки если вы вяжете по моим расчетам то с 95 петель вам нужно убавить до восьмидесяти четырех это 11 петель длину рукава на либо замеряется сантиметры с метровой лентой либо же примеряйте на себя которая вам нужна до уровня манжета манжетку напомню сокращаем петли вдвое и вяжем на спицах уже не три с половиной а на спицах номер три и петельки не петельки а хвостики убираем и любым удобным для вас способом если вам нужен более подробный расчет убавок и прибавок по рукаву у меня есть такое видео на канале вы можете пройти и посмотреть но я думаю что принцип сам понятен поэтому довязываем рукав прячем хвостики и покажу вам уже потом как сшить вот этот как я сшиваю делаю трикотажные швы и если вам будет это интересно я довязала 2 рукав симметрично первому и закрыла его сейчас вывернула свое изделие на изнаночную сторону и у нас с вами остался последний штрих когда мы соединяли рукав у нас осталась прорезь которая дает немножко такое расхождение похоже на как раз таки летучую мышь и нам ее нужно сшить эту сторону я уже сшила вот так да и нам нужно сделать также эту сторону шивая я обычно изделия крючком по изнаночной стороне сейчас покажу как это делается просто берем ниточку поскольку у нас изделие связанного основное полотно в одну нить поэтому минут беру одну нить нашего махера если вы вязали в 2 нить либо в 3 значит соответственно берете то сложение которое нужно вам до крючок беру обычно той же толщины которой вязала полотно это в любых изделиях плечевых да ну и не только если требует сшивания вводим крючок в полотном вот по самым где у нас начинается именно прорезь до подхватываем нить выводим ее так здесь немножко фиксируем наш хвостик я его фиксирую вот таким образом чтобы но дальше вязать как бы из одной нити скручиваю их хвостик смысле с основной нитью и сшиваю следующим образом шов называется имитации фабричного шва дальше вводим крючок рядом соседнюю петлю продеваем прокал делаем прокол на две стороны выводим нить у нас получилось две петли и выводим вторую лиц от сорвалась у меня петелька и выводим вторую образовавшуюся петлю через первую вот таким образом продели до дальше продолжаем аналогичным образом дальше делаем прокол выводим нашу петлю и выводим ее через первую петлю и продолжаем сшивать так до конца и потом прячем хвостики любым удобным для вас способом и уже на этом этапе изделие у меня закончена выглядит она вот так вот так вот выглядит рукав один и второй получается как летучая мышь вяжется просто легко справиться даже я думаю что начинающая рукодельница резиночка немножко отличается тоном поскольку вязалась в две нити да и при этом а за счет швейной нити держит форму вниз изделия тоже выглядит тоном темнее и соответственно рукава в том числе на модели на мне то есть сидит хорошо села так как мне нужно расход ушло у меня два моточка так что если надеюсь что было сегодня для вас полезно если это так поставьте пальчик вверх этому видео и также не забывайте подписываться на канал будет выходить еще много полезных видео по вязанию для вас и не только у меня на сегодня все спасибо за внимание и пока